Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алийник. Добро пожаловать на программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» где мы занимаемся отрывками Священного Писания, вызывающими вопросы при чтении. Вот такой вопрос я получил по книге «Бытие» 11 главе, стихам 26 и 27. Книга «Бытие» 11 глава, стихи 26 и 27. «Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана, а Ран родил Лота». Вопрос, который я получил по этому отрывку Священного Писания, звучит следующим образом. «В какой последовательности родились Авраам, Нахор и Арана? Родились ли они вместе? Были ли они тройней? Был ли кто-то из них старше? Был ли какой-то существенный разрыв в возрасте между ними? Почему они упомянуты именно в такой последовательности Авраам, Нахор и Арана? Давайте посмотрим, что можно найти в ответ на этот вопрос непосредственно в Священном Писании. Для этого обратимся к стихам 31 и 32 из 11 главы книги «Бытие». «Бытие» 11 глава, стихи 31 и 32. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дни жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Здесь для нас важная информация, ибо сообщается о возрасте Фары, когда он умер в Харане. То есть семейство вышло из Ура Халдейского, дошло до Харана, и там, текст говорит, они остановились, и там Фара умирает в возрасте 205 лет. Когда мы читаем повествование дальше, буквально следующий стих, это уже 12 глава книги «Бытие», первые четыре стиха, там сказано следующее. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. Этот отрывок для нас важен тем, что указывает возраст Авраама, когда он двинулся дальше, когда он вышел из Харана. Ему было 75 лет. Когда мы читаем Библию, как она дана, то есть вот идет повествование одно, затем другое и так далее, то получается довольно очевидная сюжетная линия. Именно вот в этом отрывке все родство выходит из Ура Халдейского, доходит до Харана, там Фара умирает в возрасте 205 лет, и дальше уже из Харана Авраам продолжает слотом путешествия, и в этот момент Аврааму 75 лет. В параллельном отрывке из книги Деяния Апостолов, из 7 главы 4 стиха, мы находим об этой взаимосвязи еще больше. «Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане, а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете». Нас интересует вот эта фраза «по смерти отца его». Описывается, естественно, Авраам, и рассказывается о том, что он переселился из Харана в землю обетованную, в землю хананскую, после смерти отца. Соответственно, когда Фаре было 205 лет, Аврааму было 75 лет. И отсюда очень несложно посчитать возраст Фары, отца Авраама, в котором он находился, когда, собственно, Авраам родился. 205, минус 75, получается 130 лет. Фаре было 130 лет, когда у него родился Авраам. И вот теперь мы можем вернуться к нашему изначальному тексту. 11 глава книги «Бытие», она указывает возраст Фары. 26 стих. «Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана». Как мы знаем, Фаре было 130 лет, когда у него родился Авраам. Соответственно, остается еще два сына, а именно Нахор и Аран. Они были старше Авраама. По крайней мере, один из них родился, когда Фаре было 70 лет. То есть, имеется в виду, что когда Фаре исполнилось 70 лет, у него пошли дети, у него начали рождаться сыновья. И, соответственно, Нахор и Аран, они старше Авраама, потому что Авраам родился, когда Фаре было уже 130 лет. Можем ли мы знать, кто из их двоих, Нахор или Аран, был старше? Ответ – да, если читать текст Священного Писания внимательно. Я хочу обратить ваше внимание на 29 стих 11 главы книги «Бытие». Книга «Бытие», 11 глава, 29 стих. «Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой Сара, имя жены Нахоровой Милка – дочь Арана. Отца Милки и отца Иски. Оказывается, что здесь указана определенная разница в возрасте. Нахор женился на дочери Арана, своего брата, на своей племяннице. Следовательно, Аран был старше Нахора. Аран был старшим сыном, затем родился Нахор и третьим, последним, когда Фаре было уже 130 лет, родился Авраам. Это подтверждается и данными 28 стиха 11 главы книги «Бытие». Упоминание факта смерти Арана также представляет собой дополнительное свидетельство о его возрасте. Хотя, безусловно, люди нередко умирают и раньше срока. Тем не менее, когда мы соединяем этот факт вместе с тем фактом, что дочь Арана вышла замуж за Нахора, приводит к выводу о том, что Аран в действительности был старше. Итак, вот действительная последовательность рождения сыновей Фары. Аран был первым, затем последовал Нахор и позже всех Авраам. Но появляется следующий вопрос. Почему же в текстах, которые мы прочитали в самом начале этого фрагмента, Авраам упоминается первым? Почему написано Авраам, Нахор и Аран, в то время как фактическая последовательность их появления на свет была обратной? То есть, в начале Аран, потом Нахор, потом Авраам. Дело здесь в том, что текст заботится о тематике. А именно, они названы в иной последовательности в силу значимости Авраама в дальнейшем повествовании. Когда мы смотрим на значимость этих людей для последующего текста, то с потомками Нахора, затем Священное Писание снова имеет дело. И потому по значимости, после Авраама Нахор стоит на втором месте. Ну, а в отношении Арана, хоть он и старше, текст дальше практически ничего не сообщает. Точно так же, напомню, было и с описанием последовательности имен сыновей Ноя. Сим, Хам и Иофет. Когда мы изучали этот вопрос, для тех, кто пропустил, есть возможность этот материал посмотреть. В рубрике «Разумеешь ли, что читаешь», там написано название одного из видео. Сим, Хам и Иофет. Порядок рождения. Точно так же, как и в том случае, для библейского повествования Сима – это наиболее значимая фигура. Потому что дальше о потомках Сима идет речь. Симиты через Арфаксада были хранителями веры в Бога, были богопоклонниками. С потомками Хама у народа Божья были регулярные отношения, а вот с потомками Иофета – уже в гораздо меньшей степени. Поэтому для значимости в библейском повествовании очередность именно такая. Вот это ответ на вопрос о том, в какой последовательности рождались сыновья Фары, а именно в начале Аран, затем Нахор и затем Авраам. Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-russian-centers.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok